Прослание Апостола Павла Кримину 12-я глава 21 стих Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Повторить про себя. Скажи, я могу быть победителем в любой действии, в любой схватке. В мире все глушится зло злом. Вместо одной крови проливается другая. Волк отвечает волчьей схваткой. А нам дается другое. Добром победить. Хочешь быть победителем, победи добром, будь доброй. А добру надо учиться. Не только то, что совесть подсказывает, ибо она бывает и сожженная. А что говорит нам Бог? Господь предложил нам добро и зло, лево и прах, благословение и проклятие, вода и огонь. Жизнь и смерть. Избери жизнь, говорит Господь. Никогда невозможно погасить зло злом. Это все равно, что пытаться бензином погасить огонь. Священное Писание нас так представляет. А мы спросим, а где встречается зло? Всюду. В семье, в школе, в церкви, во всех сферах жизни. И иногда кажется, что только зло можно победить. Но Господь нам дает другое. Побеждайте зло, добро. Он тебе делает зло, а ты ему сделай добро. Он снова тебя обманет и обкрадет. Постарайся помолиться о нем. И не возглавь. Господи, этот человек не знает тебя. Он не знает, что все, что он сделал плохого, это к нему вернется. Не сегодня, а завтра. Вернется иногда в детях и во внуках. Это нам кажется, невинный человек, ребенок попал ни за что. У Бога все вымерено, мы просто не знаем за что. Апостол Петр в первом послании 3.9 говорит так. Не воздавайте злом за зло. Или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте. Зная, что вы к тому призывны, чтобы наследовать благословение. Если по-другому, благословение мы не наследуем. Благословение его надо наследовать. Не просто священник рукой махнул, совершил приятное ознамение, ты получил благословение, ты ничего можешь не получить. Если не будешь добрый. А знать добро и злобу может только из священного писания. Любую бабушку спроси, как обращаться с внучатами. Она знает добро. Ешь больше и дольше. Все. А по слову того же и наоборот, строго взыскивай с него. Если бы бабушки дома занимались внучатами, даже не зная, что они учат, а просто проверяли. Дети учились бы намного лучше. Дети не все учатся у вас хорошо. И причина не в том, что они такие вот богородились, дальше они еще невозможно с ними сделать. С ними никто не занимается. Вот у меня ваши ребятишки когда бывают, чем-то занимаются, спрашивают. Через одно слово буквально, многое слово вставляем, уже его запоминают. На них хорошо память работает. А приходят в школу, тройки получают. Что за оценки? А тройки? Долго спать? Хорошо, думаю. Это плохо. Ты приучи его рано вставать на молитву. Ты быстро его приучишь. Всего 4 месяца пройдет, и он уже привык. Простое дело, пищу люди солят. Вы знаете, во сколько раз мы пересолим? Вот недосоленая пища у нас, это означает, что она пересолена в 4 раза. Это когда нормально у нас. Так мы еще пересоливаем ее. А это и гипертония, и тромбы, и что угодно. Еще врачи не знают, какая болезнь. Ты попробуй делать добр. Тебе сказали один раз, ты услышал, и это себе возьми. Минимум за 2 часа до сна старайтесь не есть. Очень просто. Добро им было, а добро-то начинается здесь. Стал плохо, настроения никакого нет. Тебе какой наказ мать давала, когда ты замуж выходила? Я знаю, некоторые говорят, мама сказала, ты видишь, как папа у меня ходит под рукой? Иди сделай так с первого дня. А то от него ничего не придется. И дочка с первого дня начинает быть по себе. Год прошел, а тут некому, уже никого нет рядом. Все. Зло. Мать научилась злом. Она бы сказала, дочь, в Священном Писании говорит так, жена вторичная, первичная это Адам. А потом Бог создал Еву, и повелел ей слушаться, и муж будет господствовать. Так я же сказал, рабыня? А рабыня. Рабыня? Ты тебе так и скажи. Ты вышла замуж за того, говорит, превратись в камень. Со всеми твоими талантами. То есть не перечь мужу. А я буду говорить против злого. Побеждай. Добро. Добро. Как? Полчание. Он тебе слово, а ты на молитву. Он тебе два, а ты на молитву. И он увидит, тебя ничем нельзя пробить. Пройдет время, и он будет говорить, что такой жены нигде не найдешь. Как она все знает? Как она мой характер смиряет, смягчает? Не просто к соседке бежать, жаловаться, а к Богу. Господи, виновата я его раздражила. Вот я вижу, ваши мужья, это редкие мужья, сами королы бывают. Какие-то это работа, они не делают. Как надо оберечь их детей, это вложить. А был бы он неведущий, делал бы это. Что бы ты видела? И тебя Бог спас. Побеждайте добром, чтобы наследовать благословение. Слово благословение, это данное от Бога. доброе дело на то, чтобы мы его выполнили. Нет благословения, дело не выполняется, его нельзя закончить. Вначале выполнку делать, она может быть не закончена, все сгорит, благословения нет. Благословение это послушание, благословенная пища, ничто в животе не болит, силу дает. Благословенная мощь это тишина, ни пожара, ни воров, никого нет. Это благословение. А Бог дает его за то, что ты победитель. А сатана воюет. Апостол Павел готов вскоре закрушить сатану под ноги вашей. Ты постоянно ощущаешь, с левой стороны стоит сатана, все время подбивает на худое, а ты его отражай, не забывайся. Что особенного дети бегают, кричат, кричать, дико кричат, невозможно. Учитель им говорит, я на том говорит, ты шарфор открываешь рот. Ты не думаешь, что демон скочит в тебя, он еще в ручьих опушит. Дети издевающих семей. Вы приучите детей не к митической жизни, не к мечтателям, а к реальной. Дети встали, только в двери подошли, совершили крестное знамение, и сразу повторяйте сатану. Господи, помоги, и сразу отрекайся от дела сатану. Так, насущи святые мужи. Побеждай зло добром, добром это послушание. Не торопись, как бы не торопился. Соверши крестное знамение. Подойди к старому человеку и попроси благословения. У тебя не ладится что-то. Ты приди пораньше, батюшке, подойди и расскажи, батюшка, у меня учеба совсем не идет. Я стараюсь, как сергия радовички, ворон пламейки, один двойки и братья его родные учатся хорошо. Вы знаете, как за помощью. Я на Кронштадт вот так же было. Не злись, не преследуй того, кто лучше учится. Лука 6, 27, 30. Но вам служащим говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударивши тебя по щеке под сап и другую, и отнимающим у тебя верхнюю одежду не препятствуй взятию рубашки. Всякого просящего у тебя добавить. Я взявшего твое не требую назад. Если у вас случалось такое, что кто-то против идет, попробуйте пошить какой-то зал. Я скажу, еще ни разу не было, чтобы какая-то осечка в этом была. Человек враждует, но у меня есть что давить. Я очень богатый, на раз книгу посылаю, и оттуда такое интересное. Человек слышать не хотел даже. Глюну, вечером вводит, уже благодарит. Жена против. Не важно, следующая книга выходит, я через кого-то опять славлюсь. Человек благодарит, да как-то, и уже и деньги посылают уже. Отношения налаживаются очень быстро. Почему? Прежде чем послать, помолить. Крепко попроси Господа, Господи, я виноват, Господи. Я где-то недосмотрел. Мне возраст позволяет уже делать подсчет. Я мог бы не так ответить, но виноват, Господи. Умельчи его сердце. Тричья Соломона за тысячи лет на Рождества Христового. Написано так, 1632. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Владеть собой учить надо детей постоянно с утра добившим. У меня еще не было ребятишек, ни одного, который другого удерживал от плохого поступка. Деревенские были. Он мгновенно с ним соединяется. Тот дурного поведения, он не знает бога. А этот только пришел в лагерь, пришел поиграть, он с ними сразу соединяется. Он находит их одетоких же, как он. А если тот поступает и так, никто не будет удерживать. Даже тот за свернословник, в школьном, в четвертом классе. Ни один его не приструнит. Он не будет с ним работать. Он недоволен даже бывает такое. даже нажалуется, но остановить его, предупредить, сказать ему Божье Слово не о нем, пока этого не делал. А причина какая? От вас, во взрослых. Вы научите детей противостоять злу, доброму. Чтобы ребенок мог ему объяснить, что такое сверное слово, что за всякое слово дадим отсчет в день суда. Тот ничего не понимает, но слово недеримо имеет такую благодать, оно божественное. За всякое слово человек даст отчет в день суда, чтобы ваш ребенок тому сквернослову сказал. Не просто с ним спрятался здесь, где-то закурил за сараем, а он бы ему сказал. Словами отчет штатского уста курящего это демонская кодильница, это дьявол его с табак толкает, ты не сам берешь, я этим не говорю. Даже если сам с ним не участвовать, а то не участвует, дал закурить, он уже взял, нет работы. Ничем больше нельзя это объяснить. С ребенком нужна большая работа, при том работа ежедневная. Даже где-то ты бываешь, не просто он помогает а ты останови и скажи а вот здесь такие варианты, а вот какой лучше избрать, чтобы ребенок сам научился когда тебя нет. Ты не знаешь, помолимся. Я сколько раз делал так. Помолимся, ребенок сам находит лучшее решение. Бог ему открывать начинает. Он узнает, где дверь благодати, он сам начнет стучать. У тебя не получается. Давай перекрестимся, давай помолимся. он и говорит долго терпеливый лучше храброго. Храбрость и учат смелость. Специальные кружки, изучают видо, айтида, борьба, восточная. Бог знает. Учите долго терпение. А долго терпение где учить? Это можно получить у японцев. У них есть такой культ называется канзен. Быть терпеливым. Зачем? Чтобы на тобой не смеялись, чтобы ты умел деда переносить. А нам это необходимо, чтобы Бога прославить. Бог нас начал и я обязан перевести без ропота. Мне он дал, я не слышал. Это от Бога. Болезнь такая, благодарю Господь. Они так, что тот кушает меня, тот пьет, я знаю такие, он пьет и курит, но у его здоровье лучше, чем у того, кто не пьет и не курит. Говорят дети у родителей, которые пьют, они рождаются полоумные. Я знаю наоборот, родители не пьют, а дети учатся едва едва на тройке. Тупые, ну просто бычий характер. Другой крепко выпивает, дети на дедятерке учатся. Ответа никакого не находят. Я могу думать только, что это от кого-то от дедов молились и Господь дает через одно поколение в другом поколении возрастить добро. Добро бесследно не бывает. Человек бывает делает добро, но не молится. Это добро ему не добро будет. Он должен делать для Бога. Делающий добро без Бога, то есть без молитвы Богу, он постоянно ровщик. Я делаю добро, а мне вот так делают. Я вот кто-то сделал, меня обохрали. Я вот так делал, на налоги еще больше. Ничто не учитывает государство. Я встречаюсь с такими людьми. И остановить этот опыт абсолютно невозможно. Никаким образом. И эти люди, как правило, всегда болеют. И болеют головной болью. Я не знаю почему, но я думаю, что это духовное повреждение от сатаны. Человек не победитель, он побежден дьяволом. И при том добрый, по-настоящему добрый. Мы даже неоднократно получали помощь человеку страшного отчаяния. Апостол Павел предупреждает, не будь побежден, не будь. А если не удержался, благословен в конце выдержит. А если кто поколеблется, не благоволит, тому душа моя, вы выходите из дома, и домой должны возвратиться победителями. Не так, что он первый, он тебя ударил, а ты ничего не сделай, помолись, стой спокойно. Он тебя обругал, а ты молись. Если можешь, скажи ему. Этого делать нельзя. Простые слова. Но побеждает благо доброго. Если в семье постоянно прибегает любовь, и дети слышат, как бывает какие-то несчастья, и все это разрешается на молитве, по слову Божьей, выгонки это обязательно отпечатляют. Самая долгосрочная программа где добро закладывается, это дети. В школе учителям нужно особо молиться. Вот я по себе смотрю, учителем я совершенно не боже, я бы не вытерпел. Какое это терпение надо. Одно и то же двадцать раз повторяет простое дело. Четыре планеты не может запомнить. Несколько дней проходит, он совершенно ничего не может ответить. Думаю родительство, почему не смотрит. Это зло, ты раздражаешь учителя, у него теряется здоровье, он зря тратит время, я вижу, что вода-то никакого в этом нет. Ты сам не желая сеять, ну вот, ты его уже посеял. Поэтому на молитве надо не просто стоять, а идя в храм, просить, Господи, коснись меня благодатью, чтобы добро посияло мой разум, я это добро посеял каждым с кем соприкасаюсь. Аминь. Продолжение следует...